Сочинская школа в селе Черешня Здравствуйте, я Инга Габеша и на канале ФКТ время о программе в курсе. В этой студии мы говорим на самые разные темы, затрагивающие интересы всех жителей края. И на этот раз мы поговорим о социально-экономическом и инновационном развитии Краснодарского края. На сегодняшний день это приоритетное направление государственной политики. Власти региона нацелены на обеспечение комплексного и устойчивого социально-экономического и инновационного развития, а значит и на формирование и продвижение экономической и инвестиционной привлекательности Кубани. Возвращаясь к школе в селе Черешня и запуску там в широкополосной сети, отмечу это большое событие, которое посетил и губернатор края. Здесь в Сочи Вениамин Кондратьев подчеркнул, что без современных решений невозможно дальнейшее построение не только экономики. Современное образование также сложно представить без цифровых технологий. И вот на смену скучным учебникам приходит интерактивность, которая просто невозможна без интернета. Сегодня гигабайты информации доступны и в сочинских школах. Символический старт ускоренному трафику дали губернатор Кубани и министр связи России. Как улучшенный доступ к всемирной сети помогает не только в учебе, но и в запуске квадрокоптеров. Об этом в нашем сюжете. Маленькое село со вкусным названием Черешня находится почти на границе с Абхазией. В единственной школе без малого 600 учеников. Поколение, которое с интернетом на «ты» конструирует роботов и запускает беспилотники. Уже в третьем классе маленькие селяне уверенно отвечают, зачем нужен интернет. Что-нибудь скачать. Да, да, да. Типа игры. Или посмотреть какие-нибудь важные файлы по работе. Программировать их Вячеслав Васюнин, конечно, еще не учит. Для этого нужно подрасти. Но культуру пользования всемирной паутиной прививает и уверен, что польза от доступного и качественного интернета неоценима. Нужно, например, из интернета, из сети загружать образцы, например, программ, чтобы посмотреть другие варианты работы полета летающего аппарата. У нас есть VR-очки, для которых необходим высокоскоростной интернет, чтобы также загружать программы и пользоваться ими в процессе обучения детей. Без высокоскоростного интернета этого бы не получилось. Чтобы в каждую школу Краснодарского края и городскую, и сельскую современные знания врывались на высоких скоростях, существует нацпроект «Цифровые технологии». Благодаря ему оптоволоконный кабель появился и в селе Черешня. Тот узел связи, который компания была организована в данном населенном пункте, он имеет общую монтированную пропускную способность порядка 10 гигабит в секунду. Запуск широкополосной сети для сельской школы – большое событие. Сюда приехали министр связи России, губернатор Краснодарского края. Они вместе с отличниками нажали символическую кнопку запуска интернет-соединения. Так, запускается. Прошу. Идет включение к серверу. Уважаемые коллеги, сейчас будут результаты тестов. Глава Минкомсвязи Константин Носков говорит о сотнях тысяч социальных объектов по всей стране, которые получат высокоскоростной интернет благодаря нацпроекту. За ближайшие два с половиной года будет подключено порядка ста тысяч различных объектов. Это очень масштабная программа, и операторы связи по всей стране сейчас очень много работают над тем, чтобы у вас появился интернет, и вы смогли черпать знания из этого безграничного источника. Вениамин Кондратьев отметил, что подключение высокоскоростного интернета в небольшой школе – это событие для всего Краснодарского края. Ведь если такие технологии добрались в горные селения, значит и все остальные соцобъекты обеспечить устойчивым трафиком – задача выполнимая. Мы живем сегодня в очень скоростном мире, а вы будете еще жить в более скоростном мире, и скорости, которые будут на вашем жизненном пути, они, может быть, будут уже сверхбольшими. Поэтому нужно успевать. Нужно успевать, в том числе, и быть встроенным в эти современные реалии мира, и быть готовым к любым вызовам. А для этого, для этого, конечно, нужны современнейшие технологии, в том числе и скоростной сегодня интернет. Он позволит вам быть в ритме сегодняшней жизни. Большая часть Кубани – это сельская местность, и особенно там тоже мальчишки, девчонки, они его ждут. Я хочу сказать, что до 2021 года все школы нашего края будут подключены к скоростному интернету. За это я хочу сказать огромное слово благодарности. Конечно, вам, Катерина Юрьевича, в целом, министерству, конечно, правительству, ведь на эти цели выделено полтора миллиарда рублей. Это более двух тысяч объектов. Это не только школы, это и во все врачи общей практики, это МЧС, пожарные, подразделения будут подключены. Современное образование без цифровых технологий представить сложно. Скучным учебникам на смену приходит интерактивность, которая просто невозможна без интернета. Это понимают даже третьеклассники, которые увлеченно моделируют трехмерные модели еще из конструкторов. Но уже совсем скоро научатся делать это в цифровом пространстве. Высокие технологии с завтрашнего дня рождаются здесь и сейчас. Вот в том числе за этим столом, вот эти сегодня вкладывать надо в них абсолютно верно. Конструкторы – это завтрашние, современнейшие прорывные технологии России. Вот сегодня вырастите тех, кто это будет делать. Практические результаты цифровизации Кубани министру связи России губернатора учителя показывают в классах. Педагоги не нарадуются. Онлайн-уроки краснодарских и московских педагогов больше не будут зависать. Да и скачать обучающее видео не составит труда. Преимущества быстрого интернета в масштабах всей страны обсудили уже на межрегиональном совещании лидеров цифрового развития. Министр связи России и глава Краснодарского края поприветствовали представителей IT-отрасли. Мениамин Кондратьев отметил, что без современных решений невозможно дальнейшее построение экономики. Вы люди профессиональные, а я пытался что-нибудь такое тоже сказать. Но на самом деле, я думаю, что вас ничем не удивить и в терминологии, и в подходах. Как бы мы ни говорили, и не подбирали умных слов, все, что мы сегодня будем обсуждать, вы будете обсуждать. Цифровая экономика, она, конечно, в первую очередь должна влиять на качественную жизнь людей, жителей. Для меня это принципиально, потому что нет смысла ничего говорить, если не будет качественного улучшения жизнедеятельности человека. Для меня это принципиально важно, жителя края. Поэтому, конечно, мы в первую очередь стремимся к чему? Чтобы информизация способствовала, по крайней мере, сокращению сроков получения госуслуг, максимальному сохранению ресурсов. В Краснодарском крае уже есть успешные примеры внедрения цифровых систем в предоставлении госуслуг в жилищно-коммунальном хозяйстве, медицине и агропромышленном комплексе. Но если сейчас высокоскоростным интернетом охвачены примерно 70% жителей, то уже к 2024 году возможность подключения к мировой паутине будет у всех жителей края, как в крупных городах, так и в отдаленных селах. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В рамках краевой программы «Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края» в этом году планируется привлечь 530 миллиардов рублей инвестиций. К 2025 году этот показатель увеличится до 883,5 миллиардов рублей. Так, на поддержку малого и среднего предпринимательства и содействие инновационной деятельности, предусмотренных региональной программой, планируется направить более 65 миллионов рублей. Как считают власти региона, эффективное социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края – это рост всех качественных показателей. Поэтому в регионе одновременно действуют несколько программ развития – до 2030 года, до 2020 года, и такая программа, как социально-экономическое и инновационное развитие. Входящие в нее подпрограммы охватывают такие разные проблемы, как развитие общественной инфраструктуры муниципального значения, формирование и продвижение экономической и инвестиционной привлекательности региона за его пределами, государственная поддержка малого и среднего предпринимательства и стимулирование инновационной деятельности в регионе, повышение эффективности управления организационными и производственными процессами в организациях края и финансовое просвещение населения. Что такое оцифровка различных услуг, жителям края стало понятно с началом работы МФЦ сегодня. Там обрабатываются более 6,5 миллионов обращений в год. В кубанских многофункциональных центрах увеличивают количество предоставляемых услуг. Так недавно в МФЦ в формате одного окна стали регистрировать индивидуальных предпринимателей и юридические лица. Работу одного из комплексов проверил губернатор Кубани. Вениамин Кондратьев приехал в обновленный Краснодарский офис на улице шоссе Нефтяников. Также глава региона встретился с руководителями филиалов МФЦ «Края». Я представитель банка. Мы оформляем договор ипотеки. У нас была небольшой казус, приостановка. Теперь мы доносим дополнительный пакет документов, чтобы исправить положение. Принимают очень быстро, вежливо. То есть я остаюсь довольна. Я пришла по причине смены фамилий. Здесь очень удобно то, что распечатали документы, сразу бесплатно все. Очень приятно общаются на стойке информационной. Поменять паспорт, зарегистрировать право собственности или встать в очередь в детский сад. Решать самые различные жизненные ситуации в таком современном и комфортном помещении даже как-то легко и приятно. В многофункциональных центрах в формате одного окна можно получить больше 200 государственных и порядка 10 тысяч муниципальных услуг. Совсем недавно здесь стали регистрировать индивидуальных предпринимателей и юридические лица. Сначала вносятся заявители, убиваются его данные, фамилия, имя, отчество, контактный номер телефона. Далее переходим по матрице и у нас идет либо регистрация ИП и юрлиц, либо внесение изменений, либо ликвидация. Если раньше предпринимателям приходилось делать это все вручную и лично ходить в налоговые инспекции, то теперь этим занимаются сотрудники МФЦ. Никакой бумажной волокиты, все документы в электронном виде по защищенным каналам связи. Полностью исключен документ оборот на бумажных носителях между инспекцией по налоговым сборам и, соответственно, нашим МФЦ. Если раньше человек приходил с документами, мы их обрабатывали на бумаге, передавали также курьером на бумаге в инспекцию, получали назад все на бумажном носителе. Сейчас все происходит в электронном виде. Сократились сроки предоставления этой услуги с 7 до 3 дней рабочих. Востребованность многофункциональных центров измеряется количеством пришедших туда людей. Ежегодно на Кубани в МФЦ поступает более 6,5 миллионов обращений. Работу одного из таких комплексов сегодня проверил губернатор края. Вениамин Кондратьев приехал в Краснодарский офис на улице Шорсе-Нефтяников. Это обновленный зал, который открылся пару месяцев назад. Глава региона пообщался с сотрудниками и посетителями. Мы начали в МФЦ делать больших торговых комплексов, даже в магазинах. Это удобно? Либо лучше прийти в отдельное помещение, где только МФЦ? Я думаю, что это будет удобно. Удобнее там, где совмещено с торговым комплексом, с большим магазином. И как раз находится офис МФЦ. Намного удобнее. Пошел с покупками и заодно... Конечно, решаешь все дела сразу. Подкупает и скорость работы специалистов, признаются люди. По регламенту человек не может ждать в электронной очереди больше 15 минут. Примерно за такое время Вероника Шалкова получила свой первый в жизни паспорт. И девочка точно надолго запомнит этот день. Документ ей лично вручил губернатор края. Это моя страна. Ты стала ее гражданином. Я бы очень хотел, чтобы ты стала активным гражданином. Очень волевым, энергичным, административным. Который меняет и свой край, и свою страну. Давайте я поздравляю. Спасибо. Добрый час. МФЦ стал понятным, доступным и удобным институтом для жителей края. Одни из самых востребованных услуг остаются услуги Росреестра, замена паспорта и постановка в очередь в детский сад. Ты давно работаешь в МФЦ? А ты как думаешь, с каждым, не то что годом, месяцем спрос на услуги МФЦ возрастает? Конечно, с каждым годом все больше. Люди привыкают к тому. Да, больше пользуются. Это очень хороший посредник между человеком и органами госпласти, учреждениями, которые эти услуги оказывают. Чем ходить по многочисленным кабинетам, зданиям, помещениям, лучше прийти в один офис по принципу одного окна и решить все свои вопросы. О том, как сегодня работает кубанская сеть МФЦ, говорили на отдельном совещании. Однако, побывав в современном и комфортабельном отделении многофункционального центра, невольно вспоминаешь прошлое. Чтобы не простаивать в долгих очередях и не бегать из кабинета в кабинет, люди пытались получить заветные документы, как говорили тогда в народе, за шоколадку. МФЦ – это в том числе и опленный удар по коррупции. Почему? Потому что мы лишаем возможности вот этих заинтересованных решал в органах власти. Даже в органах власти, в естественных монополиях, в госучреждениях различных. Напрямую работать с заказчиком. А значит, что-то там, ну, просто говоря, вымогать за ускорение, за решение. А вот МФЦ – это тот посредник, который убирает, в том числе, вот эту составляющую между гражданином, между юрлицом и органом власти, любым госучреждением и даже естественной монополией, насколько бы она монополией не была. Это принципиально важно. Кубанская сеть МФЦ – одна из самых масштабных в России. В прошлом году все многофункциональные центры края были объединены в одно государственное учреждение. Так, снизилась нагрузка на муниципальные бюджеты. Средства на функционирование службы теперь выделяет край. Только в этом году сумма составила полтора миллиарда рублей. МФЦ стал полноправным партнером в реализации нацпроектов, например, в поддержке малого и среднего бизнеса. С этого года предприниматели могут обращаться в центр за займами фонда микрофинансирования. Для представителей бизнеса открыты даже отдельные окна. Мы прекрасно понимаем и ту ответственность, которую мы несем, потому что, как бы это громко ни звучало, но это факт, мы сегодня являемся лицом власти перед народом и все идут в основном к нам. Мы проводники и как идей, так, собственно, и то место, куда поступает вся обратная связь от населения о качестве предоставления услуг и всем остальным, что с этим связано. Специалисты МФЦ не остались в стороне и во время наводнения, которое произошло в октябре прошлого года в Абширонском и Туапсинском районах. У пострадавших принимали заявления на выплаты компенсации и признание домов аварийными. Хотя в перечне многофункционального центра таких услуг нет. Обращений было столько, что на помощь приехали сотрудники МФЦ из разных городов края. У нас создались группы по выезду в те места, где более затоплены оказания, было произведено приемы, консультирование всех жителей данных населенных пунктов. Сплотился наш коллектив. Все 44 района приняли активное участие. Да, самое интересное, что у нас таких услуг никогда не было и пришлось импровизировать. И тут мы работали не по стандарту, а по-человечески. Работники службы доказали, быстро и качественно оказывать услуги они могут в любой ситуации. Система МФЦ стала огромным помощником для жителей края. Только за первое полугодие этого года специалистами центра было выдано около трех миллионов документов. Сторону сервиса все чаще можно услышать похвалу, чем жалобу. На четверть сократилось количество жалоб на работу МФЦ. Вот это очень серьезный показатель. Это то, ради чего мы и делали единое краевое МФЦ. Единый стандарт, единый уровень оказания услуг, единый подход к жителю края, к юридическому лицу. Одинаковый для всех. Мы уже, наверное, забываем. Вы вспомните эти очереди в различных учреждениях. Вот наши родители, да мы еще успели в них постоять. И надо из одного конца города в другое ехать. И везде очереди. И везде безразличные лица вот этих сотрудников, которые были совсем не рады. Совсем не рады тем, кто в этих очередях стоял. И попробуй успей из станицы ехать в Краснодар. Объехать за день все эти учреждения или органы государственные, чтобы получить разрешение, согласование, какие-либо документы. Попробуй за день объехать. Да невозможно это просто объехать. А сегодня приходишь и в одном окне ты можешь закрыть все, что еще года два назад, три точно, понадобилось бы как минимум дня три, а может быть недели. После совещания лучшие работники многофункционального центра получили благодарности и дипломы из рук губернатора, а также сертификаты по итогам краевого конкурса. Жизнь не стоит на месте и подталкивает к инновационному развитию. Тем более, как говорят эксперты, инновации – ключ к успеху. И это уже аксиома. Поэтому ставка и делается на инновационное развитие Кубани. И сегодня край входит в число регионов с самым высоким инновационным потенциалом. В том числе, благодаря внедрению программ «Умный город» и «Умный регион». К слову, вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак планирует предложить поправки в закон о консессионных соглашениях, чтобы привлечь инвесторов в проекты развития умных регионов. Объем рынка решений для умного города – более 80 миллиардов рублей. Поправки в законодательство о государственно-частном партнерстве могут привлечь инвесторов в проекты развития умных регионов. У государственно-частного партнерства огромный потенциал при реализации проекта «Цифровой регион». Больше половины инвестиций в подобные решения являются рентабельными и дают прямую экономию или возможности получения прибыли. Поэтому проекты умных городов могут быть интересны частным инвесторам, уверен вице-спикер Совета Федерации. Такие проекты уже есть в муниципалитетах, в том числе и в Сочи. Умный город – это комплекс организационно-технических мероприятий, проводимых на территории муниципального образования, который в единое целое собирает множество разнородных сервисов. То есть уже сервис видеофиксации, сервис мониторинга дорожного транспорта. Но исходя из существующих кадровых резервов, я считаю, что наш регион действительно готов. У нас есть все для этого необходимое, как со стороны органов государственного управления, так и со стороны коммерческого сектора. Существует ряд команд, которым по силам реализовать все задуманное. Применения сервисом умного города очень много, насколько позволит фантазия. Весь инструментарий для этого уже есть, придуман и обкатан. Возвращаясь к тому, что такое цифровая экономика, мы часто рассуждаем о цифровизации инструментов, используемых. Но ведь и в понятие цифровизации входит умная логистика, аналитика, то есть вычисление потребностей, спроса и производства необходимых элементов. То есть, просчитывая существующие процессы жизненные в городе, мы всегда можем перераспределять те или иные ресурсы, подстраиваясь под потребности. Имеется в виду. Но вот мы просчитали какой-то аналитикой, что вот здесь всегда затор. Это в принципе и визуально понятно всем всегда, но есть более сложные вещи. И мы понимаем, где узко, там надо подправить, улучшить что-то. И в целом цифровизация, использование математических методов, аналитика позволит нам улучшить нашу жизнь повседневную. Если говорить о Краснодарском крае, именно о развитии цифровизации в регионе, можно говорить о положительной динамике, наблюдаемой за последние несколько лет. Как и в центре Кубани активно развивается, реализуется множество программ, так и в Сочи. Хотел рассказать о цифровой долине Сочи, которая является точкой притяжения для успешных практик и такой мегалаборатории, в рамках которой мы планируем демонстрировать успешный опыт. Поэтому Краснодарский край в перспективе будет еще одной точкой притяжения цифровизации, помимо уже существующих привычных точек, это Москва, Казань. Надеемся выйти в лидеры. В рамках проекта цифровой долины Сочи мы планируем создать демо-полигон, на котором будут аккумулироваться лучшие практики, реализованные в других регионах. И руководители министерств региональных могут приезжать сюда, обмениваться опытом и какие-то успешные проекты брать себе на заметку. Например, по проекту Минстроена, проект «Умный город», который входит в нацпроект «Жилье и городская среда», до 2024 года планируется выделить из федерального бюджета 13 миллиардов рублей. При этом общий объем инвестиций, необходимых для цифровизации городов на ближайшие пять лет, в министерстве оценивали в 360 миллиардов рублей. В Краснодарском крае внедряемые инновации обозначены в стратегии социально-экономического развития региона. Вопросу новых технологий посвящен ряд краевых программ. Значительная их часть касается социального развития региона. Так, власти Кубани планируют в этом году направить 68,5% средств бюджета на поддержку социальной сферы. При этом программа «Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края» – одна из ключевых для краевого бюджета. В целом, в нынешнем году планируется финансирование 26 госпрограмм. На их исполнение предполагается направить более 218 миллиардов рублей. И на сегодня это все. Вы смотрели программу «В курсе». Будьте в курсе всех событий своего региона. В студии была Инга Габешия. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова